Большое спасибо за приглашение, особенно доктора Бенштайна, за возможность выставить здесь, чтобы поговорить о метформине и рисках рака. Наша группа в университетской клинике Берна, в сотрудничестве с университетской клиникой Базеля, работает практически 8 лет по этим рискам. Мы показали вам свои собственные данные. Итак, давайте посмотрим на ситуацию в 2005 году, когда появилась вот эта история. Интересное исследование, так называемое, типа case control в Шотландии, в котором изучалось эпидемиологическое исследование. И вот что было выяснено. Была найдена как горта группа пациентов с диабетом второго типа. И они в этой группе пациентов изучали, использовали ли они метформин или нет в прошлом. И далее они изучали, взяли пациентов, у которых рак возник через год под диагностикой диагноза диабета. И это также было, как мы пытались связать это с принимаемой терапией. Что же они увидели, какие они получили результаты? Они увидели, что наблюдалось на 23% снижение риска опухоли у пациентов, которые потребляли метформин в любой момент времени после постановки диагноза диабета. Далее они посмотрели на дозависимость этого эффекта, и они увидели умеренный эффект. Чем больше метформина пациенты получали метформин, тем ниже был риск. Хотя эта зависимость не была статистически значимой, но тем не менее был определенный тренд к снижению рисков. Таким образом, это было одно из первых исследований, которое изучало этот вопрос общего риска рака у пациентов с диабетом, получавшим метформин или не получавшим метформин. Это в контрольной группе, они могли получать все, что угодно, любые другие препараты, кроме метформина. Это достаточно гетерогенная группа. И нужно понимать, что сильная сторона этих исследований была то, что это было новое исследование, это была новая гипотеза, которая в нем изучалась. Был получен некий, изучался вопрос дозависимости. И сегодня доктор Сантен говорил, что он говорил о том, что он говорил о терапии, которая, скажем так, является терапией существующего рака, а не его профилактика. Соответственно, отмечением вот этого было то, что мы не знали, не было оценки по специфическим типам рака, не знали о продолжительстве диабета, о сопутствующих терапиях, о других факторах риска. Не было корректировки по отношению других препаратов, в частности, инсулина или препаратам сульфанилмочевины. И на самом деле мы должны понимать, почему это должно работать. Я скорее эпидемолог, а не человек, который занимается фундаментальным исследованием, мы можем попробовать. Но вы сегодня слышали интересный доклад на эту тему. Как же это действие? Инсулин улучшает инсулинорезистентность и снижает гипотезонсулиномию. Инсулин применение метформина связано с снижением гликорно-посредованных клеточных сигналов и работы соответствующих сигналных каскадов. И, кроме того, активация АМП, активированного протеин киназа, АМПК и соответствующим снижением или ингибированием каскадов МТОР. Об этом мы сегодня говорили более подробно с утра, и я не буду углубляться в эти фундаментальные, скажем так, вопросы. Соответственно, когда мы проводим обсервационные исследования, мы должны быть уверены, что данные, которые мы используем, являются валидными. Соответственно, база данных, такие как исследовательская база для врачей общей практики из Великобритании, которую мы используем, или база данных Кайзер Перманенте в США, это валидированные базы данных с валидированным качеством данных, и, соответственно, мы точно знаем, что мы изучаем. Но на сегодняшний момент существует масса баз данных в системе здравоохранения, они появляются постоянно, и проводятся определенные исследования на использование данных из баз данных, которые, скажем так, не настолько валидны. Но вот что еще важно, и не всегда это правило соблюдается, необходимо, чтобы пациент получал какой-либо препарат до развития рака, с тем, чтобы оценить эффективность профилактического воздействия. Другими словами, мы должны понимать, воздействие препарата, получилось ли оно до изучаемого исхода, до проявления соответствующего исхода или нет. И это не всегда так. Есть ли какие-либо осложнения, связанные с показаниями, например, метформин, получение витамины, он просто так назначается, и мы должны понимать, почему пациент получил метформин или нет. Например, метформин дают лицам с ожирением, но не дают пациентам с тяжелой почечной недостаточностью или пациентам с риском лактоацидоза. Другими словами, если мы изучаем метформин или нет, зависит от определенных параметров пациента, и это на самом деле невозможно оценить в рамках обсервационных исследований. Но, тем не менее, нам нужно знать, связаны ли с этим типом рака, связаны с этим типом диабета, назначаемая терапия. То есть, мы должны смотреть на диагностические, скажем так, систематические ошибки, и также мы должны оценивать зависимость от дозы или продолжительность терапии. Мы должны понять, влияет ли повышение дозы и удлинение терапии на исходы. То есть, другими словами, мы должны рассчитать относительные риски. И, с другой стороны, не всегда понятно, сколько времени требуется, нужно принимать метформин, чтобы его эффекты проявились, какова должна быть дозировка, чтобы проявились эти протективные эффекты. И когда мы обсуждаем эти аспекты, изучаем такие исследования, мы должны учитывать эти соображения. И самый важный момент, мы должны выявлять пациентов, которые потребляют эти препараты с какого-то определенного времени. То есть, мы должны понимать, что пациенты начали прием препарата действительно, когда он был назначен, а не просто, чтобы он был назначен, а потом они когда-то начали прием, непонятно когда. Соответственно, мы можем разработать вот такое когортное исследование, в котором можно включать пациентов с диагностированным диабетом второго типа, где, соответственно, мы знаем дату постановки диагноза, мы знаем, что диагноз диабета в прошлом не упомянулся. Таким образом, мы понимаем, что это пациенты с первичным, скажем так, диабетом, только что выявленным диабетом. И лучший дизайн для меня, мы определяем когорту, изучаем их пациентам. И в группе метформина мы даем метформина, скажем так, как первый препарат выбора. И, соответственно, мы гарантируем то, что пациенты принимают препарат на протяжении всего исследования. Соответственно, контрольная группа, мы должны определить, какой препарат сравнения. Соответственно, это может быть препарат с ульфаномочевином, мы должны определить, что это препарат. Или это препарат инсулина. И, соответственно, это означает, что пациенты с немножко другой тяжестью диабета. То есть, другими словами, в отношении препарата сравнения нужно быть очень аккуратным при разработке их исследований, особенно, когда мы смотрим на метаанализы, поскольку тогда могут отличаться характеристики непосредственно пациентов в двух группах. Далее. Второе исследование – это так называемые исследования типа кейс-контрол. То есть, исследования типа случая контроля, исследования в сходных случаях. То есть, мы должны знать, когда. Это должны быть новые пациенты. Мы должны понять, когда произошел сердцезный диабет или когда был поставлен диагноз рак. В группе с соответствующим контролем мы смотрим на пациентов, у которых не было похоронения. И, соответственно, эти пациенты должны быть со сходными характеристиками. То есть, они должны иметь те же факторы риска, что и пациенты в группе, где развился рак. И, соответственно, таким образом, это дизайн, который используется в большинстве таких исследований. И, соответственно, в 2009 году еще одно исследование, в котором изучалась связь развития ракоса и антипротиводиабетических препаратов. Было опубликовано такое исследование. Одно из первых, наверное, в котором исследовалась та же самая база данных, как GPRD. Это база THN. Это тоже база с валидированными данными, валидированных данных. Хотя в ней не так много пациентов. Это база из Великобритании, чем GPRD. Но, тем не менее, достаточно хорошая база данных. Исход – это прогрессирование до любого вида опухоли. Не было каких-либо кодов. Пациенты болеводствуют старше 40 лет. У них должен быть подтвержденный диагноз диабета. И они должны были получать 6 пиральных эпидемиологических препаратов в 7 время, в 2 и 3 года. Было 4 группы пациентов. Это пациенты, которые получали метформин. Соответственно, мы можем предположить, что это пациенты с менее тяжелым диабетом. И в группах 3 и 4, это, соответственно, более тяжелые пациенты, где пациенты получали либо инсулин, либо получали комбинацию нескольких препаратов. Скорее всего, более тяжелые пациенты. Вот кривые выживаемости. И мы можем посмотреть сюда, и мы видим, что здесь кривые выживаемости расходятся очень рано в начале исследований. И вы помните то, что я сказал, что мы должны удостовериться, что препараты пациенты получали эти препараты до выявления, до диагностики рака. Знак вопроса, а здесь что-то не так. Может быть, рак или что-либо связанное с развитием рака, этот фактор был причиной того, что эти кривые так быстро разошлись. Возможно, в случае рака поджелудочной железы, например, и при раке поджелудочной железы диабете, это является следствием рака. Таким образом, вам нужно давать этим пациентам некоторые препараты. И также, может быть, диагностические, систематические ошибки сыграли роль. И эти пациенты, возможно, просто подвергались более частому контролю. И вот такое расхождение кривых выживаемости настолько ранее не имеет биологического смысла. Другими словами, это не представляет собой отсрочку в развитии рака. И я думаю, что, возможно, здесь имеет роль какое-то изменение терапии пациентов на момент постановки диагноза. Но если посмотреть повнимательнее, мы можем увидеть, что у лиц, получавших метформин, эта группа, эти пациенты были более молодыми, у них был короче продолжительность диабета. И самое интересное, у них была меньшая вероятность наличия рака в анамнезе по сравнению с потребителями сальфанилмочевины. Поскольку пациенты с анамнезом рака не должны были включаться в такие группы, поскольку эти риски, соответственно, естественно, повышены. И, соответственно, в такой ситуации такое расхождение кривых делает неправдоподобным такое раннее расхождение кривых. И у пациента должно было быть опухоли до смены препаратов в третьей группе или до добавления инсулина, и у них должен быть менее жесткий контроль за течением диабета и более длительная продолжительность диабета. Это факторы, которые осложнялись, скажем так, оценку этих пациентов. Это исследование очень проблемное, скажем так, и оно подверглось очень серьезной крыльке. И еще один более консервативный способ для изучения риска фрака, это, соответственно, использование принципа Intention to Treat, то есть включение всех пациентов, получив хотя бы одну дозу препаратов. Вот в Великобритании используется пациент GPRD, и все пациенты с диабетом второго типа были включены в это исследование. У них не было в анамнезе какого-либо онкологии до включения в когортный анализ. И первая терапия, которую они получили в течение 12 месяцев после диагностики рака. Другими словами, они получили некую терапию в первые 12 месяцев с момента постановки диабета. Было 6 групп. Первая группа получала только метформ первые 12 месяцев, вторая получала только препараты с инфалиномочевина, третья группа получала только тезолидиндионы. Далее мы решили посмотреть на эти две группы, и мы видим, что это достаточно четко определенная популяция. Они использовали только метформин первый год или только с инфалиномочевину. Что происходило позже, через 2-3 года, они это не изучали. То есть авторы не учитывали изменения терапевтических схем. Поэтому, как и в анализированных исследованиях, мы получаем этих пациентов как пациентов с группой intention to treat. И вот что было выявлено, если сравнивать лица получающих метформин или с инфалиномочевину, имелся некоторый статистически недостоверный, хотя статистически недостоверный, если снижение риска рака. После корректировки по различным осложняющим факторам, скорее всего, индекс массы тела, поскольку МТ масса тела связана с снижением рака и снижение МТ также может связано с снижением, с потреблением метформина. И, кроме того, продолжительность заболевания, продолжительность диабета также оценивается. Это также является важным маркером тяжести диабета. И есть целый ряд факторов, которые осложняли анализ. Проблема анализа типа ITT заключается в том, что это консервативная эффект. Это хорошо, когда мы оцениваем эффекты терапии, хотя это может быть опасно при цене безопасности терапии. Здесь, опять же, это консервативный показатель. Мы должны понимать, что выбор метформина, решение выбора метформина, было, скажем так, что ли, случайно. И здесь мы должны сказать, что здесь имеется различие между двумя группами. И мы на самом деле в обсервационном дизайне очень сложно справиться с этой ошибкой. Мы должны использовать статистический метод для корректировки исходных характеристик пациентов. То есть и МТ, наличие курения в анамнезе, возраст и пол. Все эти параметры, которые влияют на будущие онкологические риски, они должны также учитываться при исходном анализе. И также требуется статистическая корректировка в отношении неприверженности терапии, при анализе существительности. Это звучит достаточно сложно. Далеко не все могут, на самом деле, прочитать. Просто я знакомился с этими статистическими, скажем так, корректировками. Это минус таких исследований. Но мы понимаем, опять же, эти исследования показывают, что использование метформина на самом деле не превосходит потребление сухониломочевины в отношении развития рака в целом. И еще одно исследование, которое мне нравится даже более, чем те, которые я представил перед этим, это голландское исследование. В этом исследовании изучались пациенты, которые получали метформин или получали сухониломочевину. В этом исследовании разрешалось добавление сухониломочевина в группе метформина или, соответственно, метформина в группе сухониломочевина или сухониломочевина в группе метформина. Это также был анализ по типу ITT. Это пациенты, которые до включения когорт не должно было быть рака в анамнезе. И исходом исследований была первая госпитализация по поводу ракового заболевания. То есть это когортный анализ. Данные получили из большой базы данных. Здесь используются вот эти варианты. В частности, потенциальные осложняющие факторы. Это возраст и пол. Также изучались такие моменты. Количество госпитализаций до начала исследований для оценки некоторых диагностических рисков, диагностических и систематических ошибок, где пациенты, которые, если пациенты чаще попадают в клинику, соответственно, вышли из того, чтобы пациенту будет выявлено определенное какое-либо заболевание. Соответственно, оценивался вот этот риск, эта систематическая ошибка. И также оценивался продолжительность диабета и тяжесть диабета. Но при этом у них не было данных по ИМТ. И это, возможно, является негативным моментом в этом исследовании. Если посмотреть на этих пациентов, у них в группе метформина наблюдение за ними проводилось примерно в течение двух лет, а в группе сульфанилмочевины наблюдение проводилось порядка пяти лет. Другими словами, достаточно короткий период наблюдения в группе метформина, но в группе сульфанилмочевины чуть подольше наблюдений. И как можно было ожидать, у пациентов, которые начали получать метформин, в итоге они начинали получать другие препараты. Тогда те, кто получал сульфанилмочевину, у нас было некое размытие потенциального эффекта, поскольку пациенты получали в итоге сульфанилмочевину. И наоборот. Соответственно, мы использовали такую полную модель после корректировки по всем осложняющим факторам. Мы получили минимально значимое снижение риска развития обухоли пациентов, которые получали метформин, по сравнению с потребителя сульфанилмочевина. При анализе чувствительности результаты были достаточно надежными. Эффект в целом был незначительным, порядка 10%, но тем не менее был статически достоверным, поскольку в исследование было включено очень большое количество пациентов. Тем не менее, важные факторы, такие как МТ, не включались в анализ. И с моей точки зрения, ИМТ необходимо тщательно следить, поскольку ожирение связано с режимом типом рака, мы знаем, и что при получении метформина ИМТ может меняться. Последнее исследование, которое было опубликовано примерно месяц назад, может быть, является наименее полезным. Это исследование, которое было проведено в Тайване по базе данных системы медицинского страхования. И у нас нет валидированных данных по поводу диагностики рака и по получению антидиапевтических препаратов. авторы оценили пациентов, которые получают диагностики препараты. Пациенты получали как минимум более двух рецептов на получение диагностики препаратов в пределах шести месяцев. И, соответственно, включались пациенты, которые получали метформина, сулевомсин, глиниды и терзинодионы. И, соответственно, они не оценивали случаи рака, которые завелись непосредственно в течение года после начала этой терапии. И только... То есть, случай рака начинался со второго года. И что же они увидели? Вот посмотрите на результаты в этой таблице. Здесь вы видите, что независимо от типа рака наблюдалось значимое снижение риска. И это было бы замечательно, если бы мы получили снижение риска рака на 40%. Но вот что заставляет вас задуматься, это то, что препарат сульфанилмочевины обладает максимальным протективным эффектом. И посмотрите, ингибиторы глюкозидазы также обладают мощным протективным эффектом. Другими словами, 25-42%. И это не имеет смысла. Поскольку у нас нет причин, чтобы предполагать, что ингибиторы глюкозидазы снижают риски онкологии на 25%, и даже на 42% в отношении рака печени. У нас нет таких данных в настоящий момент по данным фундаментальных исследований. Но давайте подчеркнем посмотреть на методологии с тем, чтобы понять, с чем же могут связаться такие результаты. Информации, собственно, нет. Нет информации по поводу продолжительности диабета у этих пациентов, нет информации по тяжести диабета, по ИМТ и прочим осложняющим факторам. И также нет данных по поводу терапии, другой, по поводу терапии, курению и так далее. в этой публикации никаких больше данных не приводится. Соответственно, нужно быть очень осторожным, учитывая эти данные. И, опять же, я не знаю, почему это произошло. Это исследование было опубликовано, и я просто глядя на это исследование, на указанность снижения риска, я понимаю, что что-то произошло не так. И, соответственно, когда вы видите такие сенсорные результаты, нужно быть очень-очень аккуратным и рассматривать все буквально, скажем так, под лупой. Соответственно, то есть, хотя публикуется масса обсервационных исследований, соответственно, исследователи пытаются эти данные оценивать совместно в метаанализах. Вот исследования Франсиоси и Гандини, и вы понимаете, что у Франсиоси было существовало больше данных, а в статье Гандини данных существенно меньше. Соответственно, отбор исследований для метаанализов и выводы, которые делаются, могут достаточно серьезно отличаться в этих двух метаанализах. Соответственно, Франсиоси, он не увидел снижение рисков тогда, когда Гандини выявил значимое снижение риска рака при связанной с приемом метформина. Соответственно, вызывает подозрение, почему метаанализ выявил значимое снижение риска, а второй метаанализ не показал. Соответственно, нужно быть очень осторожным, когда мы оцениваем эти результаты, результаты таких метаанализов, в которых объединяются данные разнообразных исследований. Вот интересный слайд из метаанализа Гандини. Это последний метаанализ. Посмотри, что он сделал. Он посмотрел на исследования, в которых показатели риска корректировались по такому фактору, как ЕМТ. Мы не можем сообщить результаты без ЕМТ. Это один из самых важных, таких осложняющих анализ факторов, если посмотреть на эффекты метформина. Эффект метформина был существенно ниже по сравнению с исследованиями, где ЕМТ не учитывался. И, соответственно, это может очень серьезно повлиять. ЕМТ может серьезно повлиять на получаемые результаты. Далее мы должны подумать об этих параметрах, параметрах гетерогенности. На самом деле, то, что мы видим по статистике, статистика говорит, что нельзя смешивать данные не гомиогенные данные. Соответственно, мы просто не знаем, что делать. Если мы должны смотреть на данные в конкретных исследованиях, соответственно, вот если исследование Карри с автором и говорили о снижении риска, надежное это исследование, какой компаратор, какой препарат сравнение использовал, был это длительный применение формина или был только метформина или длимилосулефеномочевина и так далее. То есть, если посмотреть на метанализ, мы не знаем, скажем так, что же проводилось в этих исследованиях. Соответственно, я очень аккуратно отношусь к метанализам обсервационных исследований, поскольку, как правило, в таких исследованиях параметры очень серьезно отличаются. И это не соответствует условиям, например, РКИ, в которых мы пытаемся получить ответ на один единственный вопрос. И, к сожалению, обсервационные исследования имеют очень разные вопросы, очень разные показатели и очень разные аналитические методики. Это нужно учитывать. Итак, в некоторых метанализах предполагается снижение риска онкологических заболеваний среди пациентов, получающих метаформина, по сравнению с теми, кто не получает этот препарат. Но не все метанализы подтверждают это. То есть, нужно быть очень осторожным, нужно оценивать каждый след по отдельности, были ли они проведены корректно, какие были осложняющие анализ факторы, какой препарат сравнения используют. Самый интересный препарат сравнения для метаформина, это сульфиномочевина. Естественно, пациент должен получать по одному препарату, поскольку у таких пациентов, как правило, диабет имеет одинаковые, более-менее сходные показатели. И очень сложно его сравнивать с другими препаратами для диабета, поскольку, как правило, случайно при инсулина, у пациентов тяжесть диабета существенно выше. И тем более, мы должны понимать, что сам по себе диабет является фактором митинского поразвития рака. Далее, мы должны понимать, как долго получался метформин, год или пять лет. Мы должны понимать, что эти аспекты также влияют качество получаемых данных. если вы онколог, соответственно, нужно посмотреть, если вы онколог, вы, соответственно, должны задаваться, может ли один препарат приводить к снижению риска рака любого рака, поскольку в своей дневной практике онкологи сталкиваются с личными типами онкологии, с личными типами терапии, и мы понимаем, что один препарат не может оказывать один эффект при, не может оказывать одинаковые привязки в типах рака. И И мы должны, соответственно, искать исследования, которые касаются каких-то конкретных типов рака, а не всех типов рака в принципе. Теперь я хотел бы поговорить в последние 10 минут о раке колоректальном раке и раке легких. Мы уже говорили о раке молочной железы. У меня, к сожалению, нет возможности поговорить обо всех этих темах. У меня нет времени, к сожалению, на это, но я хотел бы чуть поподробнее поговорить о двух типах рака. Итак, одно из исследований, это исследование из Тайваня, в котором изучали риск рака легких при диабете. И у пациентов с диабетом они изучали риск развития рака легких в связи с премипрадиабетическим препаратом. Соответственно, они изучали два исхода. Связан ли, соответственно, частоту рака легких у пациентов с диабетом второго типа. И, соответственно, второй исход, который изучали, это, или такая конечная точка, это риск рака легких у пациентов с диабетом, предупреждающим определенный класс препаратов по сравнению с его, скажем так, неиспользуемым данным конкретным препаратом. Итак, во-первых, они показали, что нет связи между диабетом и раком легких, и привычным раком легких, и это достаточно надежный результат. Этот результат был подтвержден другими исследованиями, и наши исследования также подтвердили этот результат. Это достаточно надежный результат, на него можно полагаться. Но вот что, опять же, заставляет вас задуматься. Посмотрите, имеется значительное снижение риска в группе метформина, глинидов и ингибиторов глюкозидазы, и не очень понятно, с чем это может быть связано. И я всегда сравниваю потребление метформина с непотреблением, или, слава ли, например, же альфа-глинидов и ингибиторов, должны сравниваться с пациентами, которые не получают эти препараты. Если посмотреть методически, мы должны также учитывать некоторые моменты, которые нужно учитывать, когда вы будете читать статьи по таким исследованиям. Они включали в когорту любых пациентов в период с 2000 по 2005 год. Но когда пациент был включен в когорту, непонятно. То есть пациенты с 2000 по 2005 год, они включались в когорту, и затем он начинает... То есть включение в когорту и время приема метформина, это разное. То есть, соответственно, непонятно, когда пациенты начинали принимать метформина вот за этот пятилетний период. То есть что же это означает? Что это может приводить к фиктивному, кажущемуся снижению риска. Другими словами, мы, если при таком определении когорты, получается, что мы включаем пациентов и говорим о том, что они посещают препарат, хотя они его не получали. И, соответственно, это может приводить к снижению риска. И, соответственно, здесь, собственно, с методологической точки зрения мы видим, что, возможно, что-то не так в этой выборке, в этой группе. И это, соответственно, этот аспект критиковали этого исследования. Так, далее еще одно исследование. Это наше исследование. Мы, это было не когортное исследование, мы проводили исследовательские по случаю контроля по данным базы данных ГПРД. И, опять же, мы оценивали, есть ли связь между метформина и раком легким. И мы проводили корректировку пациентов с соответствующим событием, с развитием рака легких. Мы корректировали их по возрасту, полу и другим факторам. И я не показываю данные для продолжительности диабета и потяжести диабета, поскольку здесь не было связи с развитием рака легких. Но вот если посмотреть на различные препараты, у нас было достаточно много случаев, которые могли проанализировать метформина до 14 рецептов. То есть, один рецепт выписывается раз в 2-3 месяца. И мы не увидели какого-либо снижения риска при применении метформина. Риск не изменялся при применении фаниломочевины. Имелось некоторое повышение рисков с инсулинами. Но, возможно, это связано с тем, что здесь было меньше контрольных случаев, чем другие анализы. Но, возможно, что здесь и какой-то эффект инсулина. Но однозначный эффект не наблюдался при метформине и пиральных противоптических препаратах. И наши результаты были подвержены еще одним исследованием, которое было публиковано в 2013 году. Это группа из Монтреола, Смичевский. И он говорил о систематической ошибке временной, связанной со временем. И, на самом деле, его дизайн-исследование несколько отличалось, но при этом получил такой результат, как и у нас. И он увидел, что метформин, скорее всего, и вывод был в том, что метформин не связан с изменением рисков развития рака легких. Но если посмотреть на другие исследования, которые достаточно серьезно критиковались, в частности, это исследование, одно из исследований Мацона. И исследование, которое показало слишком... И видите, что в этом исследовании смешивались вещи, которые нельзя было смешивать. И здесь мы видим снижение риска где-то на 15%. Опять же, это мета-анализ. И нужно понимать, что здесь был фактор. Разумеется, что непорядка проводится отбор исследований, как вы выбираете пациентов. Здесь есть некоторые металлогические ошибки, которые в итоге могут приводить к неверным, к фиктивным связям и, соответственно, к неверным выводам. Еще одно исследование, в котором изучалась связь между метформином и раком, изучался момент снижения риска рака легких у лиц, получивших метформин и курильщиков, или не курильщиков. И они не увидели, не сделали какой-либо вывод по общей популяции. Но после более углубленного анализа на лиц, никогда не куривших, они обнаружили протективный эффект у метформинов в этой подгруппе пациентов. Что же это означает, мы еще не знаем. Мы не знаем, модифицируют ли соответствующие эффекты курения. Но то, что мы знаем, что риск рак легких связан с курением. И если мы начинаем какой-то протективный препарат, то мы не наблюдаем протективный эффект метформин, если имеется такой мощный фактор риска. Соответственно, мы просто не знаем, можно как-то демаскировать эту связь, но и, возможно, мы анализируем это, возможно, мы поймем в будущем, что же это означает. Далее, мы говорим о профилактике или псевдопрофилактике. И вот сегодня утром мы говорили об отсрочке развития рака или замедленном развитии рака. Вот есть одно интересное исследование, в котором пытались связаться с применением метформина и выживание с пациентами у пациентов и раком. Вот исследование, которое было опубликовано в американском журнале American Journal of Respiratory Critical Care. В этом исследовании пациенты получали метформин за 6 месяцев до диагностики 4 степени рака легких. Пациенты, которые потребляли метформин в этот период времени, у них был лучший показатель выживания с теми, кто не употреблял метформин. Был проведен анализ у пациентов с или без, с кематерией, так и так далее. И эти данные были более-менее подвержены. Вот исходные характеристики пациентов. В группе метформина пациенты также получали препараты с или фаниломочевины, может быть, до или после исследования не позволяют получить ответ на этот вопрос. В группе без метформина они получали чуть больше с или фаниломочевина, потому что это имеет смысл, поскольку они не принимали метформин. Вот некоторые исходные, характеристики, карающиеся расы, этического происхождения и возраста и так далее. Эти пациенты достаточно соответствовали. Единственный момент, который, опять же, заставляет вас озадачиться, это то, что у лиц на метформине чаще применялась химиотерапия, и это может быть связано, соответственно, с повышением выживаемости. Соответственно, нужно учитывать чувствительность анализа у лиц с или без химиотерапии. То, соответственно, как выглядели кривые выживаемости. Смотрите, при применении метформина мы получили на 3 месяца больше выжимащей у пациентов с апухолями 4 стадии не так много. Для пациентов с таким тяжелым заболеванием это достаточно серьезная разница. Это предварительные данные. Данные нет всех данных, которые влияли на смертность и на эти кривые. То есть у нас, соответственно, нет данных по сосудистым рискам у этих пациентов. У нас нет данных по различным препаратам, которые сами по себе могут влиять на смертность. Другими словами, если в обсервационном исследовании изучается смертность, то вы также должны быть очень аккуратны, поскольку очень просто оценить смертность. Вот можете посмотреть на этот регистр. Эта классификация не является проблемой, но дополнительные влияющие факторы являются, представляя собой, большой проблемой. Другими словами, мы должны исключать пациентов, которые находятся в домах приставилых или помощь которым отличается от того, что с ними делают в клиниках. То есть мы должны убедиться, что различные факторы дополнительно не исказят полученные результаты. Давайте посмотрим теперь на колоректальный рак. Колоректальный рак. Оценивался риск колоректального рака в связи с диагнозом диабета. Риск колоректального рака связан с сидячим образом жизни, с неподвижным образом жизни. То есть пациенты с избыточным весом, у них имеется повышенный риск колоректального рака. И различные метанализы, в частности, Ларсена, показали повышение риска на 30%, на 30% повышается риск колоректального рака при повышении, при сидячем образе жизни. И в этом исследовании также различались эффекты метформина, поскольку метформина может снижать эффект массы тела, и он понижает гипернцелинод, который также является фактором риска по колоректальному раку. Проблема колоректального рака заключается в том, что он развивается немгновенно. Если посмотреть на классическую аденома, и, соответственно, требуются годы, прежде чем аденома трансформируется в злокачественную опухоль. Таким образом, мы говорим о периоде в десятилетия, и об этом нужно задумываться. Соответственно, у всех исследований, включая наши исследования, эти исследования в время наблюдения за пациентами недостаточно, поскольку исследования, как правило, ограничены передом в 5 или в 10 лет. И, соответственно, мы не можем сказать, наша стратегия химиопрофилактики, может быть, она просто отсрочивает проявление рака, а не обеспечит действительную его профилактику. Вот результаты недавних исследований. Исследования КАДЕЛИ из Датского онкологического регистра. С моей точки зрения, это очень хорошее исследование, в котором имеется достаточно длительное время наблюдения, 9-10 лет. И здесь был анализ подгруппы, мы не увидели какой-либо связи между использованием метформина и калориолетарным раком, вот что они не сделали, они не проводили корректировку по ИМТ. Соответственно, возможно, с этим могут связаны проблемы. Еще одна исследование, которая была начата в том же году, которая, с моей точки зрения, является бесполезным, поскольку период наблюдения за пациентом ограничен всего лишь одним годом. И есть подгруппа, в которой включено всего лишь 365 дней потребления метформина. Я боюсь, что слишком короткий период для того, чтобы прийти к каким-либо разумным выводам или, соответственно, по поведению какого-то обоснованного мета-анализа, который позволит нам говорить о профилактике рака или о отсрочке его развития. Еще два исследования, исследования Смеховского и наши исследования, где мы брали данные из базы данных ГПРД, и мы не увидели снижение риска с повышением дозы метформина или с более часто выписыванием метформина, и, соответственно, не мы, не Миховски не увидели этой связи. Что мы обнаружили, это небольшое повышение риска в самой большой подгруппе. И мы не знаем, реально это или нет. Если есть что-то, что ассоциируется с временным окном, которое мы включали в вторичный анализ, но эти данные показывают, что мы не увидели снижение риска при увлечении числа рецептов, скажем так, выписанных метформина, и, соответственно, непонятно, есть ли это эффект или нет. И, соответственно, мы не оценивали период... Мы отбросили за последние годы до диагностики рака, поскольку здесь имеются три диагностические, систематические ошибки, мы его хотели исключить. Есть еще один мета-анализ, вот Гандини, который я уже вам показывал. Это результаты по раку легких и метформина. И этот мета-анализ более-менее, скажем так, надежный, благодаря... Поскольку все эти факторы риска находятся на уровне 1.0, но тем более гидрогенство достаточно велика, и оценка ИМТ... И, возможно, самым надежным является оценка риска. Очень важно учитывать или коррегировать данные по ИМТ. Мы не смогли показать, что здесь, скажем... Возможно, для того, чтобы получить какие-то реальные результаты, нужно проводить наблюдение за больными в период в 10-20 лет. И, к сожалению, сейчас этих данных нет. И вряд ли кто-то пойдет на такие длительные исследования по изучению профилактических эффектов таких препаратов, как метформина. И, скажем так, такой проспективным образом. Соответственно, метформина... Примение метформина не приводит к снижению риска колоректального рака, что, о чем говорят наши данные, и данные других исследований нужно быть аккуратным в оценке данных мета-анализов. Нужно очень тщательно анализировать то, как был проведен мета-анализ для того, чтобы избежать каких-то ложных связей. И если говорить о, скажем так, обсервационных данных, можем сказать, что метформина не является препаратом, который позволяет предотвращать развитие рака или, скажем так, предотвратить проявление рака. Исследования по всем типам рака не имеют смысла, поэтому имеется, скажем так, такое разбавление эффекта, поскольку не при всех опухолях будет снижаться риск. Соответственно, при РМЖ риск может снижаться, а при коллектальном раке риск не снижается. И это может в итоге... Мы можем просто не увидеть эффекты метформина. И большое спасибо всем вам за внимание, за то, что вы, скажем так, дотерпели и дождались моего выступления. Большое спасибо. Большое спасибо, доктор Бодмар. Прежде всего, я хочу сказать большое спасибо доктору Бодмару за это интересное сообщение. Для некоторых, кто слышит его впервые или, может быть, не читал его работы, а, может быть, следит за метформином поверхностно, это выглядит сейчас как холодный душ. Но, с другой стороны, те, кто следят и понимают, что эта проблема не так простая, не столь однозначно, это очень хорошо. Почему мы, собственно, пригласили доктора Бодмара? Потому что он прежде всего анализирует эту проблему, если я это понимаю правильно, как эпидемиолог. А в эпидемиологии, когда мы с этим сталкиваемся более глубоко, очень много подводных камней. И если мы изучаем чьи-то работы только по абстрактам или даже читаем им эти работы, но не вдаёмся в суть дела, мы можем допускать некоторые ошибки, в том числе при оценке эффектов метформина. У меня есть два вопроса. Значит, первый касается следующего. Всё-таки в целом вы к обсервационным исследованиям в противоположность рандомизированным относитесь позитивно, или вы считаете, что будущее и в этой области, как некоторые пишут и пытаются об этом писать, и пока не получили различий в рандомизированных исследованиях, не продемонстрировали эффекта метформина. Всё-таки будущее только за рандомизированными исследованиями или допускаются и обсервационные? Это первый вопрос. Потом я задам второй. Я думаю, что это очень важный вопрос. Вы знаете, когда мы говорим о метформине, сейчас есть масса такого пиара, если хотите, и если какой-то потенциал, может быть, есть что-то, что работает при определённых типораках, что не работает при других, но, с моей точки зрения, рандомизированные исследования, они запускаются, и они будут проводиться в последующие годы. Сейчас идёт более 170 исследований, где тестируется метформин, как препараты дивантной химиотерапии при различных опухолях. Соответственно, есть специалисты, которые считают, что есть некий потенциал этого препарата. С другой стороны, я считаю, что при обременном типах рака, да, есть потенциал, в частности, при РМЖ. И мне очень интересно будет посмотреть на результаты этих исследований. С другой стороны, при раке яичников, где мы также проводили исследования и увидели какие-то определённые претактивные эффекты. Хорошо, мы их увидели, но мы должны быть очень аккуратны, поскольку обсервационный дизайн исследования не настолько хорош, не настолько качественный, как дизайн рандомизированный. И мы должны нескольким образом сдерживать своё, что ли, возбуждение по этому поводу. Я достаточно... Обсервационные исследования достаточно оптимистичны. Мы можем узнать много нового. Может быть, метформин – единственный препарат выбора, или, может быть, требуется какой-то его производной, поскольку метформин – это препарат, который не всегда попадает в клетки, если нет транспортера. И, соответственно, мы не так много знаем по поводу транспортеров в этих... в раковых клетках. И, соответственно, может быть, требуются другие молекулы, которые будут эффективны в этом случае. Но в любом случае я бы продолжал проведение этих исследований. Я думаю, что мы получим больше обсервационных данных для определённых конкретных типов рака. Каково ваше собственное предвидение? Your own prediction. Какая судьба ждёт исследования, когда метформин даётся людям без диабета? А, окей. I will repeat. No, no. The question goes about... Собственно, вопрос. Если вы даёте метформин, метформин пациентам без диабета, каков будет ваш прогноз в отношении, скажем так, возможной профилактики рака и, может быть, терапевтического эффекта? Естественно, это очень интересный вопрос. И эти обсервационные исследования, большинство из них, как минимум, они ограничены пациентами с диабетом. Есть пациенты, например, с синдромом СПКИА, который употребляет метформин, но не можем прийти к определённому выводу, поскольку число пациентов очень невелико. Есть определённые фундаментальные исследования, которые показывают определённый эффект метформина также на пациентов без диабета. И я достаточно имею достаточно положительное отношение. То есть не обязательно, чтобы был диабет для правильных эффектов, поскольку на речи диабета это определённый континиум. Мы говорим, что диабет мы определяем, это повышение гликиринга, гемоглобина или какой-то гликемии, но это некий континиум. Пациенты с диабетом не обязательно. Мы можем говорить о целом континиуме, а не только пациенты с диабетом. То есть, соответственно, как это сделать на практике, я не знаю, мы не можем говорить сейчас о метформине как терапии у пациентов без диабета, поскольку этот вопрос не изучался. И можем ли он использовать как препарат профилактического направления, тоже не знаю, мы это не изучались, но обсервационные данные, к сожалению, не появятся, опять же, поскольку никто не применяет его с такими целями. Поэтому я отрицательно отношусь к профилактическим исследованиям у лиц без диабета. И я думаю, что эти исследования должны будут проявляться у пациентов с уже развившимся раком, а не как исследования для профилактики рака. Я бы хотел высказать свою точку зрения как международный гость. Эта встреча посвящена памяти Владимира Дильмана, и он действительно концентрировался на аспектах контакта и интеграции. И мы говорили об взаимодействии в режиме факторов, как гормоны, ожирение, генетика, факторы окружающей среды, географические факторы и свет, световое воздействие. И мы действительно должны говорить о его видении, о том, как можно это все синтегрировать. И я думаю, что мы все помним, что еще в 2025 году доктор Уортворк сказал, что метаболизм является всем, что может приводить к раку. И мы в итоге через какое-то время потеряли, забыли об этом концепте, но сейчас мы возвращаемся к этому, и американская ассоциация исследований рака в США, ее представители обратились ко мне две недели назад и попросили меня провести именно вот такую конференцию, чтобы посмотреть на взаимодействие рака или риска рака со всеми другими факторами. И сейчас эта тема становится весьма-весьма горячей, тема интеграции и различных взаимодействий различных факторов онкологии. Масса докладов сегодня была соединена на этой теме. И, наконец, я хотел бы сказать, что мы, как ученые, мы пойдем вместе, быстрее будем развиваться, если мы будем работать вместе. Для меня был потрясающий опыт приехать сюда на эту конференцию. И я думаю, что мы... Главная задача, главная заслуга конференции в том, что мы видим, что можем сотрудничать вместе, и это будет помогать нам развиваться и развивать науку совместно. Я признателен всем, кто выступал здесь, кто приехал издалека, кто приехал из Москвы, из Санкт-Петербурга пришел, кто приехал из зарубежных стран. Но самое главное, и тех я хотел бы поблагодарить, кто помогал, чтобы эта конференция у нас прошла достаточно хорошо. Все тем, кто вот в этой команде работает, большое спасибо всем. И, конечно, большое спасибо всем, кто досидел до конца этой конференции и услышал, на мой взгляд, несколько полезных вещей. Что касается сотрудничества, о котором говорил профессор Сантен, то, естественно, мы должны полностью быть на стороне такого взгляда, что без сотрудничества между отдельными учреждениями, исследователями из разных стран и теми людьми, которые работают в одной и той же области, без сотрудничества никаких у нас, в общем-то, хороших результатов не будем. Мы будем искать какие-то дополнительные факторы, которые объясняют наши результаты. Но если мы можем обмениваться опытом, это будет очень хорошо. И последнее, что я хотел сказать, что действительно эта конференция была посвящена двум составляющим, как я говорил утром, когда мы начинали. Это онкоэндокринология и профессор Дильман. И очень хорошо, что сегодня подчеркивалось, что действительно у Владимира Михайловича был интегральный подход к вещам. И это показывает, что проблема онкологическая, будь то чисто онкологическая или онкологическая, связанная с онкоэндокринологией, безусловно, это не находится в изолированном пространстве. Это связано со многими системами организма, с его заболеваниями. И, в общем, вопросы, как препятствовать этому и как заниматься изучением механизмов этого, могут быть сделаны действительно при нашей совместной работе. и большое спасибо вам всем. Всего хорошего и до следующих, я надеюсь, новых встреч. Спасибо. 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 Спасибо.